А вот регуляризация. Какой принцип выбора регуляризации? Одни так выбирают, другие сяк выбирают. Есть ли какой-нибудь принцип, на основании которого можно было выбрать адекватный? Хорошо было дать определение регуляризации. Одни известны, разные. Как выбрать? Действительно, в связи с этим, что бы хотелось сказать. Если мы запишем задачу в таком операторном виде, А0, Ф0, то регуляризацией задачи А0, Ф0 будем называть всякую последовательность АН, ФН, которая в топологии того пространства, в которых лежат B от X, Y, Y и X. Если имеет место сходимость в тех топологиях, то это будем называть регуляризацией. Это довольно широкий класс. Иногда удобнее сужать на какие-то все-таки кривые, как это делается, когда их сам добавляют. А выбор чем определяется? Может, каким-то мнематематическим или, может быть, каким-то нематематическим? Если никаких иных идей нет, мы должны рассматривать, пожалуй, всю окрестность. Если, скажем, есть какие-то физические ограничения, может быть, там достаточно ограничиться, например, просто следующим порядком по производной, а дальше не идти. Конкретный выбор пространства и сходимости все определяется конкретным задачей и конкретным автором. Я думаю, что это неизбежно. При таком широком объеме взятом, взятом определяем, ничего более конкретного, я думаю, сказать нельзя. Хотелось бы еще понять, есть ли какой-нибудь пример, я по поводу первой части, привели понятия, определения, привели их иллюстрации, примеры, расходимости, особые точки какие-то. А вот можно ли привести какой-нибудь пример, чтобы эти понятия давали новый конкретный результат? Потому что во всех примерах, которые вы приводили, либо это известно, очевидно, либо это известный результат. Что-нибудь новое можно получить вот с помощью этих... Это не совсем новое. Это может быть то, что я рассказывал здесь 2-4 года назад. Ну, все-таки, не совсем старое. Оно в случае вырождающегося уравнения Швёдингера... А, Швёдингера? Да. Швёдингер с вырождением, когда на одной части пространства оператор второго порядка... Я в том, что эти же утверждения, как мы давно рассказывали, без этих определений, без этих политиков. То есть, всё это можно было бы сделать, не привлекая вот этот вот аппарат, который вот сейчас делосредственный. Реально его... Можно ли с его помощью что-нибудь конкретно новое? Пока вы не знаете. Пока... Но надеюсь... Надеюсь, направить всё это вот на те же задачи, которыми я занимаюсь, то что из этого выйдет, там посмотрим. Спасибо. Давайте еще.